Я рекомендую прочитать книгу. Тогда вы узнаете много такого, что никто не знал десятилетиями. Я был в Афганистане. И кто такой был? Юрий Владимирович Андромов. Мы же знали, кто он такой. Но некоторые из нас удивляются, когда прочитали эту книгу, что в обраке не падали. Значит, это замечательный человек-офицер, полковник Генерального штаба, разведчик. В сумме он 8 лет почти в Афганистане был. Она называлась у него «Мой афган», но вы знаете, «Свекс» вышел под названием «Афганская ловушка». Вы знаете, «Черный тюльпан», «Афганская ловушка». Прочитайте. Это не приключение. Это ничего. Человек, это могу сказать только, что он предсказал наперед в 89-м году, что будет происходить в Прибалтике, что будет на Украине, что такое Абхазия, что такое Великая Ичкерия, или что такое конфедерация гостских народов, которая никогда не войдет в состав России добровольно. Все расписал, и все сбывается до сих пор. Все. Он долго эти материалы собирал, хранил, все проверено, перепроверено. Кто хочет полностью об этом узнать, историки или кто-то, купите эту книгу. Она есть в продаже. Где? Вот наш администратор Олег Брылев. Первого. Да. Его зовут Олег Иванович Брылев. Замечательно. Те, у кого были советниками, близкие там Афганистане, возможно, найдут здесь свои, их фамилии, имена. Потому что подлинные имена он давал здесь. Потому что сам читался советником, натуральным. При главпуле, при главпуле, старший советник при главпуле Афганистана. Так что тут и начальник группы специальной пропаганды. Этот для афганцев уже, правда, был. Игорь, кираж небольшой? Кираж небольшой. Пять тысяч. Кираж небольшой пять тысяч. Но я просто вам вам советую. Там есть исторические экскурсы. Вообще, почему и от чего наши совместные, что будет потом и что сейчас происходит. Все написано. На данном случае я могу сказать, что в 89-м году он поехал в Прибалтику. Я как бы проверял, как там обстоят дела с призывом. И привез вот такой вот тут уча разведотчет. Где его начальство отпихнулось. Он принес ко мне и говорит, может, твои? Я своему отнес генералу. Тут читать не стал. А зря. А я читал всю ночь. Удивительно хороший аналитик. Он все это знает. Дальше. Пошли. Так. Я хотел бы вам показать еще одну песню. Афганистан. Значит, я про нее забыл, честно говоря. Вот у наших ведреблющих ока, это вот наши администраторы, они где-то ее откопали. Аж в Мюнхене, или где-то там. И я ее вспомнил только тогда, значит, эту песню. Я с нее сейчас начну. Линия Дюранда, или Дюранда, какая-нибудь. Мартимер Дюранд, английский премьер-министр, который взял и провел от Индии, провел границу между Индией и Афганистаном. Это воображаемая линия. Правительство Афганистана никогда его не признавало. Англичане, как вы знаете, пытались силой посвятить Афганистан к Индокитаю. Два раза получали подшапки со страшного разгрома. Из 30 тысяч вошедших туда экспедиционного корпуса уцелело только 30. Наши ребята, кто там был, в Афганистане 79, привели с собой английские горные полевые пушки, там всякие. Остатки от Великой Инфелии английской. Значит, когда полезли в третий раз, Афганистан уже ввел переговоры с Советским Союзом в 19-м году. Они пытались, англичане, но в этот момент уже переговоры были на исходе с Эмманула Шахом в 20-м году. С первой стороной мы подписали договоры о мире сотрудничества и взаимопомощи. И побоялись туда лезть англичане. Поэтому Афганистан, Пуштунистан, это все, ну, Белуджистан, все они пытались ввести как отдельные провинции в состав Индокитая, где чайная компания английская, наркотики, и чаем там оттуда, оттуда наркотики. И до сих пор не признают. Поэтому, когда мы слышали, Ашварий, Афритий и Шинварий ходят, Пуштуды туда, да. Там война, но с Пуштудами никто никогда не воевал. Они свободно ходят, мы это видели туда, из Афганистана от Патистана на зиму отправляются, возвращаются. И плевать им на Америку, что на наши танки бронетранспортеры, помните, как хотели их барашка купить, да. А эти идут на вербутых женщины, да плевать им на танки пушки с пулеметом, там бумажкой трясет, барашки за любые деньги, на шашлык плевать хотели. Потому что он красивый, где-то с открытой, голубоглазый. И никому никогда не покорный. Вот Линя Дерренда, это то, что англичане признают, американцы признают, Афганистан никогда не признавал. Никогда, и никогда Афганистан на самом деле покорённик кем не был. Начиная, значит, Афганистан от Александра Македонского, вы помните там. Кстати, у нас в Бадашане был отряд, который просто заблудился тогда, пошёл на Индию. Ну, как у нас железняк, шёл на Одессу, а вышел из Херсона. Те ж, не на Индию, а на Ледерска, городный Бадашан, а дальше пути нет, дальше вот. Дальше все нетыщники идут, они там, да, с голубыми глазами, македонцы. Родного поймали, думали тогда, что он на Высоцкого похожий не был, на Владимира. Оказался, это свой, на случай, местная армия, стенки припёрли. А когда приехал в Бадаш, посмотрите, выстрел всех, он в полку сложил у местного, Алганского. Только же третий Высоцкий с Рязанской мордой, с голубыми глазами. Вот тут, ну, смешались уже, что-то задолго сидели, понимаете, понимаете, какое дело. Сколько веков там в заточении в этих горьких странах появится. Вот такая песня. Линия Дюранда, это воображаемая линия, которую придумали американские, считают до сих пор, отличая, но они до сих пор считают это границей. Алганцы, наверное, не признавали. За линией Дюранда не утихает гром, Там ни сердца, ни жизни, ни жилеет. Перед нейт война альганская, в горах и в горах и в горах и том, Заря встает в кровавом пламенее. За линией Дюранда кончается судьба, И снова начинается сковула. Там соль на наших спинах, И пепел на губах, И солнце, обжигающие скулы. А ты не торопись, Будем оплакать тьмой, Читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой, И верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой, И верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда и другие враги Смешались беспощадно этой драке, Ревут броди машины, Грохочут сапоги, И в сердце бьется ритмами атаки. За линией Дюранда и старше нас лет, Здесь волосы седые и в новинку. На тропах караванных Мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. На тропах караванных Мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, Кто труса, кто герой, Кто прав, а кто неправ, И кто в ответе. А ты меня ищи по почте полевой, И верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда все проще и мудрее, Здесь сочины не выторгуешь славу. И братство по оружию, Регитии своей, Мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда Для смерти нет преград, Но ты не верь, но ты меня послужи. Со мною локоть друга И верный автомат, И я не пропаду за Гендугушем. Со мною локоть друга И верный автомат, И я не пропаду за Гендугушем. И ты не торопись, У дела плакать мой, Читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи По почте полевой И верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи По почте полевой И верь, что я живу еще на свете. Спасибо. Кто песню пули Слышал хоть бы раз, Поймем. Спросите каждого из нас, Что в мире нет Прекраснее напева, Когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, Как подучи звезда С последним ощущением тревоги. Она тебя отыщет Среди многих. А потому под пулями не гнись. Не удлинишь таким маневром жизни. Надо просто двигаться вперед, Самкнуть ряды, И кто-нибудь дойдет. Такая философия войны. А песни, что войной рождены, Прекрасные, страшные, Не потому ли, Что главная тема Песня пули. Послушайте песню пули. Бредит песнями и земля, От ручья до соловья, Композиторы в идеях утонули, Но однажды вышло-то рук Нам почувствовать на слух Песню пули, Песню пули. Но однажды вышло-то рук Нам почувствовать на слух Песню пули. Мы узнали, старина, Как умеет петь война. Под Акшани, в Кандагари, В Кабуле, Под Аккорд 5.45, Смерть выходит исполнять Песню пули. Песню пули. Под Аккорд 5.45, Смерть выходит исполнять Песню пули. Песню пули. Рикошети от земли Пули прыгают в пыли Вон фонтанчики к кому-то потянулись Не дает ли перелет, но кто-то жизнью оборвет Песню пули, песню пули Не дает ли перелет, но кто-то жизнью оборвет Песню пули, песню пули Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел Мы не трогнули и вспять не повернули Ни за деньги, ни за страх Вот и слышим мы во снах песню пули Песню пули, ни за деньги, ни за страх Вот и слышим мы во снах песню пули Песню пули, песня весь земля От ручья до слоя Композиторы в идеях утонули Однажды вышла друг нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули Однажды вышла друг нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули Еще одну песню, которую мне Наши администраторы отыскали, нашли Я ее Сейчас пою В то время, к сожалению, осталось мало Я очень много проговорил Но я хочу найти эту песню, песню вертолетчикам Посвящен сейчас тактехнику Где же она? Вы касаете моего задания? Она есть, да? Нет, нет В памяти Бурога? Нет На минуту закрой глаза Нет, а мы же не договорились А, этот, ну ладно Мы ее решили, да Ну не важно, а давай нальем по одной Там есть, да? Сейчас Но пока я спою песню разведчиков В Афганистане Все мы так или иначе были разведчиками От рядового до генерала Иначе не проживешь без объективной оценки ситуации Это все, что было и что стало Так что всем афганцам образуется Ты по кромке ледника Шел, как по канату Пролетела на куски скальные клыки Разглядеть старался мир Прорезь автомата И Аллаха самого Сопал за грудки Злоты сравнивал с добром На весах фемиды Запах крови раздувал Ноздри, как меха А до романтики дошел До тупой обиды И у смерти побывал В роли жениха Воду пил из рыков Пригоршними полными И в желтушечном бреду Потерила весь свет И накатывала грусть Масковыми волнами Когда с почтой Получал тоненький конверт Ты столетия отмерял Тропами, овечьими Ты в обойму загонял Сразу тридцать судьб В умных книгах Назовут путными разведчика Это пройденный тобой Невозможный путь И ты в миру старался жить Как тебе завещано На людскую суету Не желал смотреть Но тебя не излечить Ни вину, ни женщинам Ни работе, ни друзьям Боли не одолеть Но тебя не излечить Ни вину, ни женщинам Ни работе, ни друзьям Боли не одолеть Продолжение следует... Продолжение следует... По Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря... По Афганистану, по Афганистану Я скучаю честно говоря Я там два слова скажу, это Виктор Игоревич Мы шутили конечно над ним, из него не было никакой связи Главный офицер связи, шифроварь и прочее, связь со внешним миром Мы шутили, когда нас нападут духи, значит я должен съесть, сжечь, шифровать, все Я ему говорю, а потом я пристрелю, чтобы вообще ничего никогда Это шутка, но он кавалер Оргина, звезда, ветеран спецназа, второй степени, заслуженный Так что без него, без связи нет разведки, поэтому песня, как зол на весь мир, это не про него Он был начальник радиста Дважды на него, по ошибке его не убили, его и Коли Кунисара, по ошибке не убили Убили других, одного, реально другого, но это долгая история Игорь, полночный тост А? Давай по заявке, скажи, что не понял Полночный тост Полночный тост, все понял Все нормально, время есть Потому что там пола одна вот там Время есть Ладно Всем нашим друзьям по имени Павлинистану И тем, кто не пришел с поля боя, не вернулся живым домой Тем, кто умер и долго, и сейчас умирает до сих пор И война его достигает и здесь Всем друзьям, нашим погибшим, которых мы потеряли И которых продолжаем терять Неважно, в каких горячих точках где Мы встретились на Афганской войне И действительно, пусть такого официального братства никакого нет, но оно и есть И мы все живые, кому подтверждили Так что я, чего я хочу попросить-то Вы, пожалуйста, налейте грамм по 30 себе чего-нибудь Чего-нибудь, чего-нибудь Ну, не важно, да, хотя бы встань, давай тоже не буду наливать И называется песня «Третий тост» Потом, я сейчас ее спою, а потом минута молчания Она там называется «Получший тост» И поднимаю тост за друга старого Который мы стишем через войну Земля дымилась, плавилась пожарами А мы мечтали служить тишину Я поднимаю тост за друга верного Сурового собрата моего Я бы не вернулся с той войны, наверное Когда бы рядом не было его Последние патроны сигаретелей Мы порово наделили пополам Одною плащ палаткою согретые Мы спали, и Россия снилась нам И сколько бы мне жизни не отпущено Куда бы не забросила судьба Я помню, как однажды друга лучшего Свела со мной моя афганская тропа На старой фотографии любительской Еще после атаки не остыв Стоим мы два десантника из Витебской Устала, улыбаясь в объектив И я гляжу на эту, парень, прошлую Свеча горит и тает стерей А в день последний верили с Алёшею Тот день настал, я праздную один А за окном ночная тьма колышется Лежу на фотографию, курю И мне открывший голос дрона слышится Живи, а я прикрою, как в бою Рассвет встает за окнами, пожарищем По улицам трамваями звеня Я пью вино за старого товарища А был бы жив, он выпил бы за меня Рассвет встает над городом, пожарищем По улицам трамваями звеня Я пью вино за старого товарища А был бы жив, он выпил бы за меня А был бы жив, он выпил бы за меня Вертолетчики, нашими ангелами Хранителями в Бадахшане были вертолетчики Без них никуда Помните, как в покойе Вадим сказал Да принято, говорит, на эту армию Надо будет, мы сейчас поднимем, взведом Пол Бадахшан, все, все, по чертовой матери А вас вы видел, видел Вадим Бурака, по братьям боевой нашел Загорел он жильем в 94-м году Правый летчик с Ми-8-го И Виталька Балабанов, друг Камреска тоже Я не пил эту песню никогда Она была записана Кузя пил, но я лучше пою как-либо На минуту Накрою глаза На минуту Наброшу дела Вновь посадочная полоса Под капот вертолета Наброшу дела Уходя из вестности ты Мы не будем прощаться с тобою Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Ты, конечно, не бог и не черт Нигде никам, ни к шелкам непривычный Ты обычный военный пилот Работяга войны необычной Как бы горе не горбило плеч Лишь упрямо мотнешь головою Постарайся надежду сберечь Если даже беда за бедою Постарайся надежду сберечь Даже если беда за бедою Ты вернешься и в жизни иной Окруженной теплом и любовью Постарайся остаться собой Не меняясь в угоду Взрослась возболью Уходя мы не позвон голубой Мы не будем прощаться с тобою Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Они не вернулись Постановки мин с воздуха Не бурали Ну ладно Значит, жить и помнить Вот и все, что нам осталось Еще заявки, ребят, будут? Давайте Новогодний вальц А? Новогодний вальц Еще раз? Новогодний вальц А, новогодний вальц Четвертого года войны? Спасибо Тогда были все живы Мы этот вальц праздновали Отмечали его с коллегами В изобразке И слышим На весу Кружится Снег над крышей Затянут в облака Повночный небосвод Звучит случайный вальц Под молдом Притишем И под его мотив Уходит старый год Звучит случайный вальц Этот молдом Притишем И под его мотив Уходит старый год Что было в том году Дороги На дороге Да скрежет на зубах Горячего песка И новые друзья И старые тревоги И мины под ногой И пули у виска И новые друзья Старые тревоги И мины под ногой И пули у виска С гвоздя гитару Снял Усталый вертолетчик Настроил в унисон С аккордами души И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звезды закрошил И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звезды закрошил Плывет, качаясь вальс Над древними горами Не слушая войны Не ведая границ Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожатием нежных рук И шорохом из низ Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожатием нежных рук И шорохом из низ Пусть голос твой охрит Но нету в звуках фальши Кончающийся год Не зарастет плюет Играй, пилот, играй О том, что будет дальше А мы тебе сейчас Тихонько подпоем Играй, пилот, играй О том, что будет дальше А мы тебе сейчас И громко подпоем Ночь короткая Спят облака И лежит у меня на погоне Знакомая ваша рука Там свет прибор Спит городок Я услышу мелонию фальса И сюда загляну на часок Пусть я с вами совсем не знаком Недалеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Позле дома родного В этом зале большом Мы танцуем вдвоем Скажи тихо слов Самый злой ночью Слышен невесом Кружится снег над крышей Затянут в облака Афганский насвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Приходит новый год Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Приходит новый год За дальней речкой За дальней речкой Где пылья до жара За хребтом гендукуша Над каменной сушью Послушай, послушай Как плачут ветра За хребтом гендукуша Над каменной сушью Послушай, послушай Как плачут ветра Веные годы Восстойые годы Мои до походы До пули и до кровь Это было, все было Алилиски могилы Придай женам силы Земная любовь Это было, все было Алилиски могилы Придай женам силы Земная любовь Война за плечами Война за плечами Врача с торчами Глава на полчане Приходят во снах Загорелые лица Слива на петлицах Пыль на ресницах И столь на губах Загорелые лица Слива на петлицах И пыль на ресницах И соль на губах И память, как рана Открытая рана Афганистан Забыть не дает За хребтом Китугуша Над каменной сушью Послушай, послушай Как ветер поет За хребтом Китугуша Над каменной сушью Послушай, послушай Как ветер поет В горе белого снегу Можно? А? В горе белого? Да Здесь сидят свидетели Что я пою Правду, о чем я пою Вот все четыре Мы горские Афганские горские Три тысячи метров Превышение Еще там вокруг Гор в него снегу Еще тысяч по четыре Каждый Хребет Ниндогуш Перед нами И выйдешь утром Зимой Зимой все белое А ну и летом Некоторые самые большие Большие горшины белые И ничего не помнится Такого Никаких А были, конечно Героические ребята И все это такое Но помнится Совсем другое Он настолько Юрий Иванович Влюбился в эти горы И потом облажил Все там И симметрические И все Иванович Иванович Да Ну вот он Мастер в порту По альпинизму Там еще чего-то Но он Началось Не все горы Облажил В Афганистане Поэтому облажил Все другие Которые Я почти позабыл Те бои и походы Только вот от чего-то Забыть не могу Как стоят под первая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу Мы карабкались ввысь Как на исповеди к Богу Не прощая грехов Горы в белом снегу 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 Были в белом снегу И тогда запылали Огнем перевалы И от взрывов трещало Броня ледников И в жестоких маях Нам земли не хватало В этом море огня И холодных звездков И в жестоких маях А в земле не хватало В этом море огня и холодных снегов Я не мало ходил по воде и по суше В чужую стране, на чужом берегу Вспоминал почему-то Хребтыки, тугуша, горы в белом снегу Горы в белом снегу Вспоминал почему-то Хребтыки, тугуша, горы в белом снегу Горы в белом снегу Там в больших городах Плещет море людское От потока машин Нескончаемый гул Но закрою глаза И встают предо мною Горы в белом снегу 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 Горы в море небес Как великое чудо, словно в мире волна Замерла на бегу И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду Эти горы в снегу, горы в белом снегу Это письма, песни, может, не все не были отправлены, но написаны были все в Афганистане Они касаются нашей команды, всех там у нас были неженаты, были женаты и поэтому письмо не написано, не отправлено От нашей команды, от всех ребят Жизнь и здоровь, не контужен, не ранен Об остальном догадайся сама В Афганистане, в Афганистане, жизнь не уместится в строчке письма В Афганистане, в Афганистане, жизнь не уместится в строчке письма Ты не прочтешь в популярном романе, как проверяются судьбы в бою В Афганистане, в Афганистане, время историю пишет свою В Афганистане, в Афганистане, время историю пишет свою Даже на самом широком экране не показать, что такое война В Афганистане, в Афганистане, правда оплачена нами сполна В Афганистане, в Афганистане, правда оплачена нами сполна Кто-то поднимется, кто-то не встанет Сердце разбив, а гранитную твердь В Афганистане, в Афганистане Цены иные на жизнь и на смерть В Афганистане, в Афганистане Цены иные на жизнь и на смерть В Афганистане, в Казни, в Бадахшане В скалах салатка, в песках чартары В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы Помните ждать? Не клянись на Коране Знаю, не веришь ты в эту муру В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру Когда солнце за скал зайдёт В этой дальней чужой стороне Где гитара опять запоёт О далёких друзьях, о тебе Где гитара опять запоёт О далёких друзьях, о тебе Как же ещё не зажёгся рассвет Нам с тобою опять суждены Расставания на тысячи лет И свидания в антрактах войны Расставания на тысячи лет И свидания в антрактах войны Пусть за нами плетётся беда Ты не веришь, что спасения нет Ты же помнишь трамвайик всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь трамвайик всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным трамвам хожу Жгу подошвы своих сапогов Сколько песен ещё напишу И друзей обрету и врагов Сколько песен ещё напишу И друзей обрету и врагов Что же к песне добавить ещё? Если б кончилось всё наконец Я б конечно тогда предпочёл Гриф гитары целью АКС Я б конечно тогда предпочёл Гриф гитары целью АКС Опять выполняю приказ Пошагаем навстречу судьбе До свидания я в следующий раз Да пою эту песню тебе До свидания я в следующий раз Да пою эту песню тебе Здесь солнце бьёт свежим Лучами маяка Над кислоком каши Нависли облака И топчет караван Столетнюю тропу Так Афганистан Врывается в судьбу И топчет караван Столетнюю тропу Вот так Афганистан Врывается в судьбу Над речкой у кокчой Качается жара И пахнут алычевые Горячие ветра Под фляжкой Ой, под каской Котелком Дуреет голова Шуршит под сапогом Пожуршая трава Под каской Котелком Дуреет голова Шуршит под сапогом Пожуршая трава И признакам воды Дурачат миражи А сколько до беды Попробуй предскажи Ну кто бы нагадал Что сбудется вдали А мы идем в горам Пятнадцать швари Ну кто бы нагадал Что сбудется вдали А мы идем в горам Пятнадцать швари Некогда глядеть На местный колорит К вечеру успеть На базу предстоит Мы с моим Пилипот И запах от ремней И встретим Новый год В компании друзей Мы с моим Пилипот И запах от ремней И встретим Новый год В компании друзей На немой вопрос Без устных новичков Поднимем третий тост И без слов Начнем, начнем Начнем, гладь Над модулем кружить Такие здесь дела Такая наша жизнь Начнем, начинаем, гладь Над модулем кружить Такие здесь дела Такая наша жизнь Файзабад, Файзабад И заради наград Этот год мы тебе подарили И стоишь ты в горах У помира в ногах Поржевшая от солнца и пыли И стоишь ты в горах У помира в ногах Поржевшая от солнца и пыли Облака уплывают В родные края Воздух пахнет Черешней и хлебом Тополя, тополя Над кокчую шумя Упираясь верхушками в небо Тополя, тополя Над кокчую шумя Упираясь верхушками в небо Что столетия, что миг Караванчиков крик Так же ехал в горах Повторяясь И верблюды бредут Куда тропы ведут Мед горбами пуштунок Качая И верблюды бредут Куда тропы ведут Мед горбами пуштунок Качая Мед горбами пуштунок Файзабад, файзабад Здесь и рай был, и ад Но таким мы тебя и любили Файзабад, файзабад Здесь и рай был, и ад Но таким мы тебя и любили Мод горбами пуштунок Аплодисменты Аплодисменты Вот тут просто по заказу Так, а здесь Что-то не оставлялся Что-то, да? Нет, мотопехоту хотят Что-то, чем там пахнет? Где пахнет? А мы как-то звонили Где у вас пахнет? Мод горбами пуштунок Там мотопехоту просили Разожми кулак Она не написана Ну ладно Да, мотопехоте посвящается Должен вам сказать, что Ну вот Крут, конечно, звучит Морская пехота Небесная, воздушная пехота Но все равно это пехота Драться и умирать Пехоте на земле Всегда И защищая родину Своим близким Все равно это пехота Самый древний Грозный царец полей Не написана песня Посвящается ребятам 1960-го Отдельного мострелкового полка Родным в нашем полку Который в фоизобане Был стоял тоже Город у нас зовут Мотопехота Здесь это товарищи Бурак Мотом и в горах До поворота А за поворотом Пехтура Эх, пехота Матушка пехота Чет побрал бы Этот поворот Горь шли была Почти что рота Горь спустил Стал почти что взвод Горы шли плыла Почти что рота Горь спустил Стал почти что взвод Где тот камень Где тебя обманят Я карниз который подведен Кто тебя в народе Не помянет И какие песни Пропоет Эх, пехота Матушка пехота Тяжелые погоды На плечах В бой идем Как будто на работу Не дай бог вернуться В цинкачах В бой идем Как будто на работу Не дай бог вернуться В цинкачах Горь то нас зовут Мотопехота Здесь это товарищи Бурак Мотом и в горах До поворота А за поворотом Певтура Да ну и ладно Мотом и в горах До поворота А за поворотом Певтура Все равно Пехота Кстати Спасибо Горда там Все замечательно С двумя руками Зато там Десантники Мальская пехота Разветка Переводит Не все равно Но все равно Все пехота Все равно Все пехота Древняя Самый первый Самый грозный До сих пор По международным правилам Не считается Вот чем больше Сейчас амберегатик Долбая сирию Да Пока не ступила Нога пехотица Солдата На захваченную землю Она не считается Захвачен Она не считается Завоеванной Обязательно До сих пор Можно долбить ракетами Но она не покоренная Земля Так что может Тереться в порошок Но пока На нога пехотица Не ступит А пиндосы Не ступят никогда Они боятся ходить И они представляют Что бомбили Знаете за что Пиндоса зовут пиндосами Это американские солдаты Нет Это ваша румынская Она знает Вы видели Когда пиндосы Прилетают на базу Нет Пиндосы Это чем пингвин По-румэнски Самолет сходит У него тут баклажки Здесь баклажки Здесь лежат на подвеске И они гордо идут Каска на башке В руках автомата Они самолеты Идут в казан Они так и воюют Они Дай бог Туалетной бумагой Не положат туда Они не будут воевать Буря Это факт Как они Туалетной бумагой Но когда Пюре чела война Буря в пустыне Отказался Целый полк американский воевает Потому что им Пиндосы Вместо Пирсинового сока Прислали персиков И пришлось Пислать самолет Когда только Они пошли в боль И то не сразу А почему А потому что там все деньги Это наш солдат Ничего не стоит Как Альтин сказал Да бабы новых Нарожать Пусть А и никогда Не стоили Так дешево Солдат Как в России Никогда Потому что такие потери Жуткие несет Но наш солдат Самый стойкий В любой Рукопашники Пиндосы Никакие Шварценеггеры Эти все Ребятишки Эти Не получится Тоже любой Все в мире Боялись Русско-штыковое Всегда Рукопашного Воин Всегда И всю Поэтому Они Обойдутся А мы Они вообще С нами Водни будут Нас свои Продадут И потрахают И мы будем Спокойно Дальше Орден Николаевич Орден в кулаке О да Орден в кулаке Спасибо Она правда Линная То я не знаю Что Орден в кулаке Орден Орден Краза везде Понимаете Так Ну как Происходило Уже В 89-й год Война Очень не так Что Уже Есть Уже Никто не знает Сколько Количественных Цинков Привысило Двуссот Привысило Допустимые Тривиссот Вообще Немеренные Никто Ничего Не знает Тайком Раздают Орден Не положено Как положено Книжки Орден При всем Торжественной Обстановке Нет Тайком Почему Нельзя Генералы Не получили Еще Орден Понимаете Да нельзя Как мне сказали Нет Игорь Николаевич Пожалуйста Пойдем в отделе Гручат А на общее Собрание Управления Второго Не надо Почему Не надо Там же написано Генералы Обидятся Начальник отдела И я Тайком С моим Генералом Нажрался Не важно А он Хороший Боевый Генерал Увесел Красного Знамя Он собрал Весь отдел 90 человек Выдернул Со всех точек Тетя Маша Присла Вот такой Он Был Бутыл Киняку И пустили По кругу Зачитали Указы А пошел Уже Получать Значок Как его Горбачевский Грамот Выходили Адмиралы Контр Адмиралы Получали Значок Торжественно Выходили Пошли К себе Обновать А я Другу Который Своей стороной С ней вернулся Наградила Родина А че ты не выходишь Гональчик мне нужен Я пьяный Говорил Снаврал Видишь Я шатаюсь Глаза в разные стороны С Олегом Брылевым Мы всю ночь сидели Потом До утра И мы ее Обмывали Так Корнем в кулаке Но бывало и так Разожми кулак Сведенный Друг Товарищ Пусть засветится Немалевый Опин Он тебе Напомнит Зарево Пожареще И разорван Ее Стар Бронемашин Он Напомнит Злое Небо Чек Вардака Догорающий На склоне Вертолет Как захлебывалась Пятая Атака И как Кто-то Круглью Легнут На пулемет Но эти За столом Под образами За скатеркой И зеленого Сукна Не от неделя На рейды Провожали Не они Тебе Вручали Аргенам Значит Друг Давай Пойдем По ресторанам Так давно Ты в ресторанах Не бывал Поглядим Как там Куражатся Нэтмани Прожигающий Частный Капитал Нам отпустят Все грехи Официантка И подвопли Электрических Питак Ты расскажешь Про обстрелы На Саланге Я тебе Про непокорный Камдаган Кто-то Нас объявит Жертвами Ошибки Кто-то Памятник При жизни Взведет Кто-то В спину Нам Пролает Недопитки А кто-то Ругу Понимающий Пожмем Помнишь Пашку А Валерку Из Баграма Оба в 81 Парегли У Павлухи Только старенькая Мама А Валерка Звал невесту Натали Третий Кто-то Снепряч Глазарить Мы Мужчины Ну-ка Девочка Неси Еще Вина Звезды В рюнку По традиции Старинны Так На фронте Обмывают Армена Третий Тос И прежь Глаза Ведь Мы Мужчины Ну-ка Девочка Неси Еще Вина Звезды В рюнку По традиции Старинны Так На фронте Обмывают Армена Выйдем Выйдем В полночь Постоим Под фонарями У бессонницы Запиление Не проси Отвези нас На свидание С друзьями Несговорчивое Позднее Такси Я и шофер Неужели Мало Четвертного Или Слишком Суровые На вид Но подбрось Нас До поселка Вострегола Постоять У краснозвездных Пирамид И шофер Нужели Мало Четвертного Или Слишком Суровые На вид Но подбрось Нас До поселка Вострегола Помолчать У краснозвездных Пирамид Наши боевые ордена Но они не к этому Ну ладно Я должен рассказать историю Боевые ордена Это документальный Историй случай Понимаете Можно рисовать как угодно Справа налево Крутить Но вот как на самом деле было Это очень обидно было Всем Мой отец Герой Отечественной войны Он не мог понять Он Как он не говорил Что война Батя За интересы России Никакой интернациональный долг Ничего Ну С нашей войной Он всю войну Проползал фронтовым разведчиком До 58-го года 10 лет на западной Украине Исхронов выковырялся Эту шушу И видно Не всех Доковырялся Ну его забрали Оттуда В Москву Командир батальона разведки Зам Львовского гарнизона Гру Майор Гру Чем он там был Он много в светлой памяти Но вот он Не понимал Не понимал А был инцидент Году так Наверное В 84-85 Ребята Афганцы Надели боевые ордена И пошли 9 мая Почему у нас 15 февраля Потому что началось Хотел 9 мая И ветераны Ветераны Я думаю Разные бывают Любых войн Бывают такие ветераны Которые только Числятся ветеран На самом деле Чмо И среди амгланов Такие бывают И такие бывают Среди ветеранов Отечественной войны Там вообще парадокс Чем дольше от Отечественной войны Тем больше ветеранов становилось Всегда И героев Афганской войны Чем больше То афганской войны Тем больше Ну Видите Нельзя же разбрасываться Орденами Так как у нас Делали Поручить Бермазару Георгские кресла Мы смеемся Любят Вы чего Отлично Да что Ну не важно Так не важно Так вот тогда Афганцев просто выкинули Афганцы не могли отвечать А отцы Где-то же Их идут еще Из колонны Они хотели Пристроиться С боевой ордена В форме Вот этой печенки Значит В экспериментарии Вытолкали ветеран Отечественной войны Идите У вас своя война Идите Не бывает чужих Никаких чужих Она рано и не позд Докатится сюда Где бы ни начиналось Если тебе наплевать На том Что делся в другом конце Вот Нельзя Называется У немцев Самый лучший Пистолет Парабенул А полностью Лучит так Хочешь мира Готовься к войне Это один из вечных законов На которых Тысячи лет стоит мир Ну не важно Вот эти ордена Я написал Суквесни Ну что Подержать ребят Потому что Некоторые из них Вообще Ну а что делать То есть тебя твой отец И твой дед Посылает далеко Я им долго доказывал Что Отцу не мог Но по-моему Учин Они такого-то цвета И такие же Рубиновые маленькие На звездах Такие же Бороги За смесь За отмах И красного знания Такая же Как у наших Отцов Что не говори А мы с тобой Товарищ Пороху Понюхали тогда Сквозь огонь Боев И дым Пожаришь Нас Ведет Белозаветная Звезда Что не говори А мы Пройти Сумели Все Что нам Отметила Война И не забя Сегодня Мы надели Наши Боевые Ордена Что не говори А мы Пройти Сумели Все Что нам Отметила Война И не забя Сегодня Мы надели Наши Боевые Ордена Что не говори А мы Умеем Верить В дружбу Закаленную В огне И Слез Оплакивать Потери Что же На войне Как на войне Что не говори А мы Сильны Как прежде Верностью И честью Фронтовой Верностью Дороге И надежде Честью Перед Памятью Святой Что не говори А мы Сильны Как прежде Верностью И честью Фронтовой Верностью Дороге И надежде Честью Перед Памятью Святой Что не говори А мы С тобой Товарищ Пороху Понюхали Тогда Сквозь Огонь Боев И дым Пожарись Нас Вела Заветная Звезда Что не Говори А мы Пройти Сумели Все Что Нам Отметила Война И не Зря Сегодня Мы Надели Наши Боевые Ордена Что Не Говори А мы Пройти Сумели Все Что Нам Отметила Война И не Зря Сегодня Мы Надели Наши Боевые Ордена У него Это Человек Это Наши У него Адена Допутка Примерно И Не Чего Любимую Мою песню А вот Сейчас Какой Твоя песня Дима Ну Рад Ну Сейчас Поем Сейчас Вот Это Извини Да нет Все Правильно Вот Сейчас Еще Одну Песню Советников В первый раз Затерялся Можно Как угодно Говорить Значит А ну Да Я хотел Там Спеть Понял Отзвенели Песни Отзвучали Тосты Всех Моих Друзей Пили За погибших И живущих Пили За страну Проклятых Басмачей За ребят В атаку Вновь Идущих Пили За страну Проклятых Басмачей За ребят В атаку Вновь Идущих Пили Не пьянее Взор Все Так же Чист Не Устали Руки От стаканов Ведь Не зря Зовут Нас Шурович И Кист Разгромим Проклятых Гусурманов Ведь Не зря Зовут Нас Шурович И Кист Разобьем Проклятых Гусурманов 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 Чуд Нас Г Press И И летим вперед мы на стальной бане Выпив по стакану гребкой чачи И летим вперед мы на стальной бане Выпив по стакану гребкой чачи Отзвинили тосты всех моих друзей Пили за погибших и живущих Пили за страну проклятых босмачей За друзей в атаку вновь идущих Пили за страну проклятых босмачей За друзей в атаку вновь идущих Я не могу песню, хорошую светлую песню Юрия Ивановича нашего героического Дивертанта Иванович? Автора Автора Юрий Иванович, чего ты просил? Надо только сказать, что эта песня была написана Юрием Ивановичем Когда он был неженатый, совершенно холостой Отправляли его в отпуск, значит наш партор дал ему наказ Обязательно хотя бы... Чего? Не, ну вдвоем не будем Не, ну вот тогда... Вдвоем Вдвоем? Вдвоем? Конечно Вдвоем Вдвоем Ну давай 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 По последнему снегу шла, Собирала милу в ладони. Улыбалась, когда весна, Капли падала на подоконье. Завтра сдавленный крик и шага, И ледуют, и разрывы. Не напомнят прямо с утра, В поезападе лишь сны красивы. Ну а вечером грустно-волна, Наплывет под гитарой пение. А сегодня мне нет письма, Что поделаешь, невезенье. Спят тревожно мои друзья, Каскадеры грустить не умеют. Я во сне вспоминаю тебя, Ту, которая ждет и верит. Но джилгаром зашла луна, Серебро на кокчи расписалась. Я в картинках цветнулась, Но вспоминаю, как ты смеялась. Тогда надо спеть еще одну песню. Значит, надо было коллективное. А теперь надо Василию Вачилищу вспомнить. В ВВС. Вот вспомнить он все равно, Но пусть себе болеет на здоровье. Я все равно спою. Значит, было настроение такое, Когда вообще редкое затишье. И все стали писать песни. Василий Васильевич, Зам по контрразведке. Юр, так диверсант, Зам по диверсиям. Василий Васильевич, по контрразведке. Значит, вот песня. По шапке, как не получили, Вася не получил, не знаю. Мы с Василием все расшифровали, Что только здесь, на самом деле. Предыдущие, когда напоминали Каскад, Получили такие по шапке. Поэтому и не стали шарохопулярными, А мы не получили. И вроде как песни расходились по-прежнему. Ну, не важно. В нашем городе Балашиха, Есть такой ресторанчик. Он назывался «Радуга». Много лет существовало. На самом деле, Никто его «Радугой» не называл. А называли по-разному. «Бычий глаз». Ну, и рядом стоит такой интересный объектик. Стоял. Назывался он «101-я диверсионная разведшкола». Очень жутко секретный. Между остановкой Дорниевни и По. И вот, ну, 10 минут быстренько через забор, Тарахой Кушемина. И вот мы уже сидим в «Бычьем глазе». «Ох, очо дель Торо» называли те, кто учел испанский. Или «Охо дель Эта» чего-то, кто учел португальский. Ну, и все Балаших уже знали. И даже «Оквыиск», по-моему, убрали тогда оттуда. И «Беррюиск». Все дальше это «Бычий глаз». Ну, значит, все начинались великие дела и заканчивались в ресторане. И мы там ресторанчик держали переходящее знамя райпищеторга. Ну, расплачиваются чеки. Ну, там же с этим знаменем официантки готовы были обслужить всех и все. И как хочешь вместе с администраторами. Ну, чеки. А кто их считал там? Рыгата, озверевшие в Афганистане. Девчонки были симпатичны, у меня старше тоже. Милиция сначала все туда лезла. Но милицию возьмут, мы спокойно сядем, нас отвезут через дорогу в райотдел. А один убежит из нас. Ну, и полчаса, пока протокол выставляет. Триста пар солдатских сапог по дороге бегут, с ремнями накрученными на это. Добегает всех по стойке смирно, грамотно. И бледный капитан-дежур начинает случать стенку. Через стенку находится город-отдел УГГБ. И там спинет наш капитан. И на эту слощадь тебе балбес. Ну, что ты делал? Опять хочешь, чтобы тебя разнесли здесь? Давай, значит. Верни свои протоколы. Ребята, пошли. Триста бойцов наши, боец. Дежурный офицер наш человек. Подымает. Там. Ну, да, где-то, да. Да, ладно. Вспомним и товарищ, бычий глаз отдам. Море из шампанского, видимо, преместных дам. Помнишь, как весной этой удивили нас? Надо в дыра лететь, таков приказ. Наш каскад четвертый, парни на подбор. Автомат потертый, гранатный набор. Прямую в Афганскую отстаю в боях. Рассветет свобода в осмаческих костях. Научили нас всему, где и как. Подмазать. Где пэм родной носить, и как в горы лазать. Сарантоем, как дружить, как кондачий с хат. И на целый год послали в город Фейзапад. Горы справа, горы слева. Посредине, ой, на вершинных снег лежит. А в Дорине, речке Кокша, Фейзапад стоит. Нет здесь памятников древних, новых не найдешь. Но душманов цел, дуканов целый город всех не обойдешь. Все торгуют, все торгуют, мы ланшевом умеем. Купишь все в любой валюте, хочешь ночью, хочешь днем. До кондора нет булдона, в ходе вся его родья. Он хозяин Фейзапада, а не ты, не я. Весь пропавший, спасибо. Слегдь пропавший, пропавший, весь пропавший от Кашиши. А в кармане она шай. Ну а ночью на дороге ставите мины или лежа. Улыбается скотина. Виталя кричит, а вам, чуть слевнеет. На дорогу к козне стоит строительно. Пусть трясется в толстой мере. Женщик прячет гуще сада. Не уйди ему, пожалуй, от могущих рук каскада. Не помогут ни деньжищи, ни племя, ни хада. Кот приложит кулачище парень из каскада. Не понимая, ни интернационально, ни политкорректно. Ничего себе. Но это было правильно. Последний каскадер. Последний каскадер, да. Всем ребятам после нас остались. Каскад уходил. Большой каскад. Самый крупный каскад за все времена. Самый крупный. Боевое подразделение. Диверсионный раз. Нелегальный. Вообще-то, надо честно признаться, логически нечего. Нет, я должен, что мешкать, я должен сказать. Что такое каскад? Их было четыре. Это два неоперативные операции в Угнистане. Разведка на оперативные. Каскадеры, это нас звали те, кто знал, наши друзья звали. Каскадеры-каскадеры. Это совсем не анзамбль каскад, который организовался в этом году. Их много теперь каскадов. Первый, второй, третий, четвертый каскад был. Четвертый каскад, как боевое подразделение было. Выведено из Афганистана. Полторы тысячи только солдат было. И вместо них пошла Омега. Чисто советический. Двадцатый контракт был там. Очень чисто советическая деятельность. А этот каскад прекратил жить. Хотя не дирогать, не покойно. Просила туда направить, на северные провинции. Боевая организация. Ну, тогда направили, перекинули откуда-то из Африки. А вам, говорит, возьмите вы там. Но мы ничего, сидели на месте. И потом, в общем-то. Не важно. Короче говоря, я все рассказал, значит, об этом. И эта песня была посещена двадцатилетию вывода последнего каскадера из Афганистана. Я ее выкинул. Кум, Кум, Демешов, выложил ее в интернете. С вами поздравили всем каскадерам. Кроме как в Афганистане каскадер больше не было. Всем каскадерам. Слышен, звать последний каскадер. Вот и все. Закончена работа И идет среди Афганских гор Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер. Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата Весь багаж, рюкзак, да чемодан Парень из последнего каскада Покидает мартовский Афган Парень из последнего каскада Покидает мартовский Афган По Кабульскому аэродрому Он идет, не чувствуя весны За четыре тысячи верст от дому И за двести метров от войны За четыре тысячи верст от дому И за двести метров от войны Он почти утрапа оглянется Остановится и на момент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Может, мне для радости причина Может, просто досмоте устал Смотрит он на белые вершины Меж которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал И когда, приурвав минуту эту Дружески махнет ему пилот Он рукой, он щелчком отбросит сигарету Не спеша поднимется на борт Он рукой отбросит сигарету Не спеша поднимется на борт И подрев турбин родного Нила Боевых традиций не забыв Спортмеханик механиком по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв И уже под мирный рев моторов По дороге к дому и весне Будет спать и видеть Сны которых никогда не видел на войне Будет спать и видеть Сны которых никогда не видел на войне Будут в снах тех горы Реки и рейты Будут в снах тех рейты и засады ПТР дрожащий горячо И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Будут в снах у каскадера горы Весь дыму Хайберский перевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал На три минуты Песню в авторском исполнении Полностью мелодия та же Вы ее знаете Так что подпевайте Это значит про то Как надо улыбаться И топать Куда прикажет Вот и все А про себя петь эту песню Если вам однажды Перед рейтом горы Не досталась каска И бронежилет Вспомните, что где-то Бродит вовсе голый С вами в общем Незнакомый снежный человек И улыбка Без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Если вы с обрыва в голубые дали Полетели лихо камни догонять Вспомните, что раньше вы так не летали И как видно больше вам так не летят И тут улыбка И тут улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Если вас в дукане нагло обманули Если гнев невольно Сердце к вам проник Так вспомните, что в вашем автомате Пули их на все дуканы Хватит Вспомните о них И тут улыбка Без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Если вас за ногу гобра укусила Если жить осталось только полчаса Помолитесь Богу Заберитесь силой И как в детстве Начинайте верить в чудеса И тут улыбка Без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Ой, сердце кровью обливается Последний раз Самый страшный Так что Самый жуткий Если вам замены Нету из союза Если не пускают Свидеться с женой Помните, ребята Робинзона Круза Как двенадцать лет прожил Он с одной козой И тут улыбка Без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас И хорошее настроение Не покинет больше вас Спасибо большое Еще одну минуту Я не могу, я не могу, я не могу.